ощущение так себе я вам скажу габариты вообще очень сложно ощущаются всем привет это level performance у меня сегодня для вас снова насущный совет почему вам не стоит покупать lamborghini huracan evo spider наверное если вы маленькая девочка моста килограммов 50 и ростик вас мигаж метр шестьдесят пять то вам тут будет комфортно мне придется в комплекте к этому автомобилю купить еще и горнолыжные очки причем скорее всего их придется покупать регулярно ну и рот желательно тоже держать закрыт на самом деле есть определенная доля шутки потому что мы даже подушку в цвет подобрали и на самом деле в этот автомобиль я могу сесть так что из-за лового стекла я торчу не весь но вот это действительно вот я сейчас опущусь максимальный низко чтобы вы видели это самое низкое положение я в нем плюс-минус уже наверное не так уж сильно торчу и камень меня спереди прилетит не так уж и вероятно но проблема в том что если я держусь за руль и как только я его не пробовал шевелить при попытке повернуть руль а тут горячий привет нашему другу роберт который очень детально и четко объясняет почему руль надо держать максимально близко горизонтали я не могу повернуть руль мне можно повернуть типа там на 15 градусов туда-сюда но если я хочу повернуть я упираюсь собственную коленку мне надо руль вот так вот как образ в руках крутить невозможно будет вписаться даже в рабочий городской поворот я поездил по территории и это невозможно нужно либо быть одноногим бандитом который рулит левой ногой потому что левую ногу еще есть куда деть то правая вообще за фиксирована здесь безнадежно без вариантов на этой машине ездить людям полноразмерно так скажем ну . маломерка ну и за кадром у нас человек который разрешил нам на этой машине закрыть крышу сейчас попробуем как это все работает и посмотрит ударит ли она меня по голове чё-то ссыкотно ударила очень мягко к счастью она имеет тряпочную обивку изнутри вот закрываться до конца не будем но я вам так скажу в авентадоре место больше в кабриолете место больше и конечно r8 на фоне этой машины кажется просто рабочим кабинетом площадью 80 квадратов красиво что поделать но я бы не купил конечно только из-за размера да так теперь следующий фокус давайте посмотрим смогу ли я из нее вылезти и не пнуть ногой а тут видно что до меня все это и спина ногами прям чудовищно вот допустим оки с левой ногой мы поступили что делать с правой ломать вниз нет вот так вот тоже все я застрял вот если можно было сиденье назад подвинуть было бы еще куда не шло ну в общем тест драйв не пройден в гонке я быстро эту машину быстро залезть и пристегнуть стоточный смог но повторить снаружи среди как классно стильно модно и молодежно вот в таком вот ракурсе наметный взгляд определить конечно что это губа не просто крашеный элемент оригинальный а новодел от альпины целом этот автомобиль очень сдержанно смотрится и мне крайне нравится работа этого скажем так автозавода потому что в отличие от многих то в последнее время очень сильно стал размениваться на цыганское золото и такой прям промышленных фуфломет ребята очень круто вкладывается именно в инженерную работу и по-прежнему делают много добавленной стоимости которую действительно можно оценить на ходу и почувствовать кайф отсюда удобнее разглядывать колеса здесь очень крутые фирменные альпиновский блюд с которой отсылает нас еще ко временам 38 бмв явно очень крупные тормоза потому что это тоже не штатные железки от x3 и смотрится все это максимально комфортно и на задней оси и на передней здесь это вообще прям топчик диаметр тут похоже 21 22 охренеть но при этом колесная арка позволяет сюда запихнуть даже какое-то количество резин тут не просто изолента и сейчас мы с вами поедем вниз потому что самая крутая штука у этой машины под капотом по факту внешний вид этого автомобиля делают классные полосочки огромные тормоза и колеса 285 30 22 сзади и 255 35 22 спереди мне кстати знаете судьба уже не первый раз подкидывает автомобили четко под ваши комментарии потому что буквально несколько роликов назад я вообще узнал что альпины бывают кроссоверами и вообще дизельным тоже для меня это честно говоря открытие я упустил момент когда они начали работать с x3 но поприветствуйте здесь мотор 50d этот трехлитровый мотор с четырьмя турбинами самые сложные навороченные в модельном ряду бомбе дизельных современных и соответственно он и в x5 то достаточно могу чтобы тянуть эту тушку эта машина ощутимо легче и сейчас мы сюда еще немножко озверин досыпем короче штука будет категорически яростная я не знаю что ощущает владелец за рулем сейчас что будет ощущать чуть позже но определенно это то чего я хотел бы каждому из вас пожелать потому что наверняка энерговооруженность этой машины в комплексе будет просто запредельным она уже сейчас быстрее чем нужно любому обычному человеку а будет еще ярче для меня как инженера и человека который сейчас связан с собственным производством очень незначительные мелочи говорят зачастую больше чем какие-то крупные надписи эти ребята отлили свои собственные тормозные диски потому что вот этого штучка альпина она тут не отфрезерована не наклеена сверху на заводской тормозной диск бмв а действительно зацело отлита сумму под ту конфигурацию которую они хотели сделать то есть они определили диаметр тормозного диска вылет и толщину суппорт которым хотят работать и сами для себя изготовили тормозные диски явно достаточно крупной серии потому что 10 20 50 или даже 100 штук так делать невыгодно и при этом видно что они сэкономили у них одинаковые левые и правые тормозные диски ты думаешь ага тут перфорация не туда направлено а нет просто они слева и справа одинаковые унификация позволяет сильно сократить расходы на запуск партии этой продукции а работает это точно не хуже потому что по факту перфорация отводит пыль и газы ну и до смотрится чуть спорно по существу абсолютно нормально работает а еще залетай сюда здесь та самая вентиляционная канавка про который нам евгений романович рассказывал что она закрывается на карбон керамических тормозах на чугуне сразу открыл но при этом крепеж тут закладных есть потому что подкрылки скорее всего делают серийно все одинаково вот это вот штука на чугуне открыто на карбон керамике закрыто поэтому если вдруг вы собрались на карбон керамике куда-то на трек и хотите продлить жизнь тормозам снимите а потом когда будете ездить в грязных местах снова наденьте ну и давайте закрепим материал чтобы закрыть эту тему m3 универсал на карбон керамике сеточки у нас завода здесь которые воздух вот так вниз наклоняют и не позволяют грязи напрямую лететь на тормозной ротор установлены сеточки есть если машина на керамике завода наша боевая m5 получила керамику ретрофитом то есть мы ее до установили и отверстия вентиляционные у нас здесь открыты закрывать мы их не будем потому что в грязи наша лапочки ездить не будет вот отверстие тут сквозное прям никаких сеток нет сейчас посмотрим есть там болтики или нет нет никакого крепежа нет но подкрылок предусматривает установку унификация это правильно вот в таком вот ракурсе вы познакомитесь с самым необычным по комплектации уроканом который можно только придумать с то уже такая плюс-минус изученная история эта машина точно будет еще более редкой она во-первых заднеприводная во-вторых spider здесь не то что кабриолет который тряпочную крышу убирает а тут вообще сверху маленькая скорлупка машина для очень аккуратных по комплекции людей потому что мне придется в ней лучше примерно вот здесь вот обнимать коленками любому человеку плюс-минус моего размера тоже поэтому надо быть очень компактным иначе ты будешь из-за рамки лобового стекла торчать но примерно вот так автомобиль соответственно исключительно летний очень нарядного цвета и то что он заднеприводный стала кстати для его владельца сюрпризом когда он спросил пацаны а чё это у меня машина так сильно заносит унификация преследует нас и в этом вопросе опора амортизатора который я смогом хотел назвать у нас предусматривает проход через него приводного вала ступица полностью новенькая потому что тут нет гайки которую можно прикрутить к палке привода чтобы всю эту конструкцию собрать поэтому ступица здесь цельная это всегда отличает заднеприводные полноприводная машина вот например воздухозаборничек который служит обычно для охлаждения переднего редуктора у нас здесь есть а редуктора там нет и у нас там я не побоюсь этого слова дырка сквозная прям назад куда-то в моторный отсек юр ты видел сколько тут места короче урокан без полного привода имеет здесь реально чуть ли не внушительный багажный отсек сейчас посмотрим сколько сюда можно напихать все короче место очень много для перевозки контрабанды и что я вам этого не говорил вот здесь такой объемный тоннель в котором по заводу идет карданного соответственно коробка передач сама по конструктивы такая же но у нее нет выходного вала и вот здесь кстати проходи обратно будем дальше разбирать здесь у нас отверстие в отливке блока сохранено и это говорит о том что машина достаточно легко будет конвертировать снова в полный привод как очень часто делает underground racing с уроками и 100 они их турбует и делают полноприводами так что этой машиной процентов на 90 можно будет сделать точно также запрессовать сюда подшипник подвесить промвал и смотрим что у нас еще кстати подождите юрчик промвал же тут идет да здесь не дорезано получается мари сюда приходит сюда просто накидываем промвал и поехали у коробки вот эту секцию надо будет поменять короче однозначно можно этот доукомплектовать вопрос только в том какой кровью и сколько разборок бушных больше надо объехать что все это собрать но технически точно реально так что из многочисленных отверстий в двигателе сейчас у нас течет все масло которое нужно вылить перед заправкой нового объема и мы с вами на эту машину посмотрим снаружи из разрешения человека который сверху наблюдает за процессом обслуживания мы в нее попробуем посадить кого-нибудь самого крупного из нашего сервиса чтобы вы примерили на себя нужна ли вам такая машина да это конечно единственная проблема которая нас с вами всех отделяет от покупки такого автомобиля что я слишком высокий или слишком в плечах широкий ну или пузико мешает за руль садиться прям единственная причина под капотом rs4 у нас потихонечку растет турбокит добавились уже у нас приемные трубы которые аккуратно обходят вестгейты их сразу же закатали в хитшилд и я вам так скажу меня появилась идея что капоту этого автомобиля нужны трусы в виде накодакта то есть воздухозаборника но вот вопрос забрать сюда внутрь воздух с улицы для того чтобы под капотку охладить или сделать его обратной формы и воздух и под капотки вытянуть наружу в одном случае мы получим увеличение лобового сопротивления в другом случае подогрев лобового стекла ну и раз уж попал в наши руки такой безукоризмный экземпляр машина это почти новая поэтому выхлоп чистенький с ним работать приятно и приятно вам показывать я вам расскажу в чем более унижение владельцев могучего мотора с 58 почему он так слабо звучит в стоке и почему он так омерзительно звучит практически при любом тюнинге автомобиль этот супер современный оснащен он не только катализаторами катализатор у нас сами ребята живут вот здесь вот но еще и сажевыми фильтрами которые должны каким-то образом снижать количество кислопозота я вот в эту требуху с точки зрения колодки пиливаться не буду расскажу вам одно что у этих автомобилей есть вот такой вот дополнительный маленький разъем для того чтобы определить противодавление не забились ли у нас там эти фильтры скорее всего у нас вот это 2 катализатора это сажевый и это кстати машина более щадящий чем например бмв м8 евро 2 евро 2 евро 6 экологии rde 2 потому что там бочонка ваш 8 штук тут их всего 6 собственно для того чтобы сделать стейдж 2 кто-то удаляет только нижние мы регулярно делаем здесь прямые трубы здесь делаем их спать чтобы перемешать потоки кто-то удаляет еще катализаторы на этом 3 у нас будут установлены спортката чтобы сохранить приемлемо бархатистый звук задняя банка глушителя на машинах с вот этой вот хренотенью гораздо более пустотелая и сильнее дребезжит при удалении колоди потому что завода она спроектирована так называем дырявой чтобы потеряв весь звук здесь машина хоть как-то звучала снаружи причина по которой весь этот мотор звучит так отвратительно очень элементарно с точки зрения газодинамики и выхлопа это не шестицилиндровый мотор как вы привыкли слышать например от gz там где звук испортить просто невозможно это два уродских маленьких трехцилиндровых моторчика с высокой степенью очень агрессивной и эффективной степени сжатия и крайне агрессивными вообще характеристиками газораспределительного механизма поэтому два моторчика стрекочут и тарахтят порознь и как ты их не пытайся перемешать где-то вот здесь звука нормального не получается есть американские конфиги когда вот эти две магистрали из двух трубокомпрессоров сводится в одну толстую трубу вот здесь но это не очень хорошо работает потому что сечение трубы на больших мощностях не хватает и в целом они начинают друг другу мешать и куча абсолютно куча разных конфигураций есть даже фирма которые вот здесь вот чтобы уравнять длину выходных трактов и хоть как-то звук опять же сравнять делают вот здесь вот такую гофру чтобы прямая труба была короче чем вот эта магистраль собственно мы все собрали на полу чтобы посмотрели как это выглядит здесь длина выхлопных газов ощутимо отличается от длины выхлопных газов на втором тракте короче здесь асинхронный выхлоп для двух маленьких отвратительных по звуку моторчиков есть несколько историй когда мы устанавливаем сюда два резонатора один из которых большой камерный второй с x-pipe есть конструкции в которых люди оставляют катализаторы и на самом деле я думаю что на s58 счет того что мотор достаточно свежий в пяти лет еще в рынке не продается выхлопов сделано чуть ли не больше чем на какие-нибудь супер популярные модели десятилетней давности у b58 например такой проблемы нет там заводы single turbo и он отлично звучит на него ты тоже много выхлопов но все они все они хороши а на s58 практически все выхлопа одинаково уроды украшенщик 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 Здесь у нас с вами, ребята, старые песни о главном и разговоры о том, что ничто вечно и не вечно. Даже безукоризненные Porsche могут получить вот такой вот скол на тормозном диске, вполне вероятно, без внешнего воздействия. Как рассказал нам наш большой друг и эксперт в тормозах Коля Троник, вот именно 420-е диски на Панамерах наиболее склонны к появлению вот таких вот сколов по сравнению со всей остальной модельной линейкой VAG-ов плюс-минус этих лет. 440-е диски на Урусах этим не страдают и в зоне риска именно такие автомобили. По заводской документации сервис во время каждого ТО должен проверить состояние всей рабочей поверхности тормозных дисков и при наличии скола площадью больше 1 квадратного сантиметра предложить хозяину его замену. Поскольку эксплуатация автомобиля с таким повреждением может быть непрогнозируемой. Слово безопасное и так далее мы говорить не можем, но оценить характер дальнейшего разрушения диска не может вообще никто. Поэтому видим скол, пишем, что нужна замена, как бы ни казалось это болезненно и дорого. И для справедливости я, конечно, должен отметить, что скол на рабочей поверхности это болезненно, но не так опасно, как сколы на торцах. Потому что скол вот этот ты легко увидишь, а вот торец смотреть зачастую без снятия диска невозможно. А вот такая вот большая штука может с тобой ездить еще очень долго, не приводя к каким-то фатальным разрушениям. Но даже небольшой скол с торца может привести к тому, что как сухая деревяшка диск лопнет просто в моменте. Поэтому торцы осматриваются внимательно и вы при эксплуатации обязательно контролируете, чтобы ваш тормозной диск ничем снаружи не ударило. Если Porsche Motorsport говорит слово прижимная сила, значит это в натуре будет downforce. Я сейчас впервые увидел подкрылок этого автомобиля снятым. И за ним расположен тросик металлический миллиметров, наверное, около пяти толщиной, который держит бампер от выдавливания его вниз потоком воздуха. На тросике такой толщины, я думаю, можно поднять несколько сотен килограммов, особенно с учетом того, что он закольцован. И это говорит о том, что ребята реально были готовы к тому, что машину будет постоянно плющить воздухом, и она будет пытаться вот так вот губу отвалить вниз. К слову, немного истории. У нас есть добрая подруга на 991 Porsche, и когда ей сделали фанерный обвес, я не буду называть фирму, потому что не помню, у нее все это дело на скорости чуть выше разрешенной, вот так вот навстречу подул воздух, и бампер отвалился вместе с фанерным обвесом. Поэтому игр с аэродинамикой стоит начинать только если ты реально к чему-то готов и что-то понимаешь. Ну и я не могу оставить без внимания чувство юмора владельцу этого автомобиля, потому что клеить на GT3 RS значок начинающий водитель, это, конечно, максимальный стек. На стенде у нас зафиксирована готовка прогрева автомобиль с уникальным вин-кодом. Если вы не знали, то Alpina это не просто тюнер, это автопроизводитель, который вот так вот перечеркивает BMW-шный вин и наколачивает свой. По этой причине они достаточно вольготно распоряжаются агрегатами, и вот здесь у нас интересно X5M50D мотор, а вот коробка здесь не самая актуальная, не самая поздняя, и пока не совсем понятно, почему производитель решил это укомплектовать именно так. Поэтому замер в стоке, скорее всего, не совпадет с X5M50D, соответственно, с донорской машиной. Интересно вообще, есть ли тут от стокового софта отличие, потому что бензиновые Alpina мощнее близняшек от серийных моделей BMW. И очень мне интересно, как будет звучать выхлоп, потому что на X3 выхлоп очень сильно отличается от X5, а мотор-то объемный с точки зрения объема газов, и наддува создает достаточно много. Короче, вопросов больше, чем ответов, сейчас покатаем и поймем, сколько туда можно вдуть. Еще одна BMW G-серия у нас интересна двумя вещами. Да, она приехала на такой же эндоскоп с последующей настройкой, как и все остальные машины. Проверяем все технические жидкости, течи запотевания уровней, проверяем состояние патрубков, наддувных магистралей, состояние цилиндров, для того, чтобы машину на диностенде настроить на увеличение мощности, потому что здесь меняются приемные трубы. Эту классику вы видели уже 10 раз по кругу, но автомобиль интересен двумя вещами. Во-первых, это кабриолет, который бывает у нас не так часто, а во-вторых, приехал он с жалобой на то, что, ребята, у меня кроме потребностей в тюнинге, еще немного подбивает колеса на ходу. Начали проверять, поняли, что тормозные диски имеют биение, они неровно прилегают к колодке, и, соответственно, вот так вот все шевелится. Разобрали, поняли, что под тормозным диском есть обильная коррозия, которая отступится, и у тебя тормозный диск вот так вот отклоняет. И отдельно хочу обратить ваше внимание, что автомобиль переоборудован на шпильке, с завода здесь болты, и тут установлена очень крутая проставка. Я вообще против проставок обычно, но здесь она выполнена настолько круто, настолько это вообще возможно. Проставка, которая прикручена удлиненными болтами, и все это зафиксировано типа норм. С этой стороны мы все уже почистили, и с второй стороны наш коллега заканчивает чистку всех прилегающих плоскостей, вплоть до самых мельчайших. Это крайне важно на больших тормозных дисках, потому что чем больше у тебя диаметр, тем больше у тебя биение, даже если здесь условно там маленькая величина, то вот так вот по законам простейшей геометрии у нас отклоняется очень далеко оба. И, соответственно, у тебя на тормозной педали появляется вот такая вот фигня. Короче, почистим сейчас, отбалансируем колеса, поставим, чтобы машина была и мощной, и при этом комфортной. Вообще проставки люди ставят обычно ради улучшения внешнего вида. Есть разные конструкции, вроде того, что колеса не влезают, или нужно подогнать под обвес, или тормоза нестандартные. На G с заводскими колесами это однозначно ради внешнего вида. Если колею ты увеличиваешь чуть-чуть и незначительно, то, скорее всего, средний водитель этой разницы даже не почувствует. Если колею расширить сильнее, то машина становится, ну, на языке гонщиков, квадратной. У нее изменяются очень сильно характеристики сноса и того, как она у тебя поворачивает в острых каких-то крутых поворотах. Но самое главное, что она начинает хуже себя вести в колее. Поэтому, если ты хочешь на такой машине примерно вот настолько вынести наружу колесо, то лучше сделать это величиной тормозного, шириной колесного диска. Оставить тот же вылет, чтобы центр шины остался на том же месте, но увеличить ширину. Большинство колесных арок позволяет это сделать на дюйм или даже на полтора. То есть 2,5, 3 или 4 сантиметра ты можешь делать колесо шире. За счет этого половина уйдет внутрь, половина наружу. И пока ты не упрешься в стойку или на вывороте в подкрылке, без потери каких-то, ну, реально, характеристик с точки зрения безопасности, ты можешь добавить красоты. Если у тебя при этом остается заводское колесо, реально безопасный диапазон, это плюс-минус дюйм. То есть, либо чуть больше, либо чуть меньше. Тараверы говорят, что из-за наличия проставок у меня нравят подшипники ступиц. Но я ни разу не помню замены подшипника ступиц на BMW G-серии. Вот на таких трешках-четверках очень редко, но бывает замены на абсолютно стандартных M5 и M8. Но это абсолютно не носит какой-то эпидемиологический характер. Короче, узлы крайне надежные и некоторое увеличение нагрузки не так страшно. Я в свои молодые годы, признаюсь, мне до сих пор за это стыдно ездил на проставках толщиной в 4 сантиметра. И ни разу не менял, кстати, конкретно на той машине ступицы. А вот на других, где были штатные колеса, бывало, что и по 3-4 раза менял на одном автомобиле. Музыка Музыка У нас есть друг Саша Старожилов. Он летает на коптерах на разных спортивных мероприятиях. Кроме коптеров, у Саши есть канал в Телеграме, в котором он постит спешные мемасики. Я там недавно прочитал одну очень говорящую фразу. Кошечка делает мяу-мяу, собачка делает гав-гав, а блогер, когда ему нечего сказать, говорит, вы меня регулярно спрашиваете. Вот я не хочу уподобляться этому мемасику, но ответить на некоторые вопросы все-таки нужно. RS6, C7. Были вопросы, куда она пропала, почему вы ее не показываете. По причинам, не связанным с техникой, с административными вопросами, машина у нас весь год не ездила. Если хозяин когда-нибудь расскажет, мы вам разъясним, почему. И сегодня ей пришло время вернуться на испытательную дорожку. Поэтому мы проверили исправность конструкции и повезем ее в ближайшие дни на трех день в Быково. Посмотрим, как у нас конфигурация шевелится в этом году. Как и с другим мощным универсалом у нас вообще нифига не получилось то, что мы планировали на сезон 24-го года. При этом планов и замашек на следующий год дофига. Ну и напомню вам, ребят, мы обосрались-то по собственным меркам, но напомню, что 9,1 секунды на квотере даже близко никто на этих машинах никогда не ехал. Один раз 9,5 было где-то в прыжке несколько лет назад, но вот эта кисуля 3,3 ездит 100-200 и из трех секунд выезжает 200-250. Если ваша машина не едет хотя бы близко, то, пожалуйста, не критикуйте то, сколько времени мы возимся с этим проектом. Для тех, кто недавно с нами, здесь стандартный мотор, заводской, с родными шатунами, поршнями и никогда он не вскрывался. И мы туда сунули 2,7 бар наддува с 2,3 гаретов и все оно везет за счет того, что мы сделали нестандартные, удачно, правильно работающие выпускные коллекторы и добавили второй впрыск. Короче, мотор чудовищно могуч. И 4 года мы боремся с тем, чтобы она не ломала трансмиссию. Вот так вот. Ну и, собственно, главный дебют этого сезона. Под капотом только новые воздушные фильтры, все остальное без изменений крутится тут уже 3 года. Сзади к мотору прикручена коробка 8HP90. Здесь завода 8HP55, что означает типа 550 ньютонов индекса. Прикручена сейчас 90-я коробка. Потребовала это от нас достаточно сложной компоновки по приводным валам. И в целом пристыковать ее было не так просто. Но архитектурно она сюда подходит и все управление полностью заводское. Так что, возможно, недалек тот день, когда эта красотка будет ехать не только быстро, но и плавно. Ну и повторная отсылка к ранее показанному. Здесь воздушного интеркулера нет. Система водяная. Водяная система нестандартная. Дросселей 2. Форсунок топливных 16. 8 родных, 8 дополнительных. И установлена подцилиндровая система впрыска водометанола. Мы еще не повторяли этот конфиг, но я могу с уверенностью сказать, что с точки зрения навески силового агрегата, если не брать в расчет трансмиссию, это, наверное, самое крутое из всего, что мы делали. Потому что сунуть сюда можно много. Можно еще модифицировать клапанный механизм распредвал и крутить ее дальше. И еще можно увеличить объем. Мы подумываем даже о строкере, если у нас дальше все с этим проектом пойдет по нарастающей, а не будет принято решение зафиксировать все это как есть, когда мы достигнем определенного стабильного плата. Чудовищно сложная машина, поэтому следить за новостями, не переключайтесь и пожелайте, пожалуйста, нам удачи. Тут она точно не помешает. Ну, а теперь, наверное, главный вопрос, зачем мы вообще все это крутим. Ребят, вот это вот сток синенькое, вот это вот красненькое, то, что у нас на третьей карте из четырех, потому что мы решили лишний раз не расходовать ресурс диностенда за мерами на максимальной мощности. 1070 колесных на 2,5 барах и 1150 ньютонов тоже подрезанных полочкой. Реальная мощность этого мотора на четвертой программе превышает у нас 1170 колесных лошадиных сил, и именно в этом режиме машина едет цифрой, которую я вам называл. Поэтому просто пооцените вот эту вот разницу и поверьте, что это в комплексе стоит действительно просто гигантского количества усилий. Мы ввязались в задачу, которая была сложнее нас, и я вам даже так скажу, подросли под нее. Эта машина во многом определила то, какие мы есть на самом деле. Ну и в голову мне что-то сразу не пришло добавить вам график обычного стейдж-2 для этих машин. Он где-то вот здесь вот. Во-первых, да, мы действительно крутим дальше почти на тысячу оборотов мотор, потому что буст у нас в этот момент растет. Вот, но разница между вот этими значениями, она просто драматическая, ребят. Да, для города полезно, что машина рано раздувается, но если ты хочешь высоких цифр, то мощность у тебя должна расти с ростом оборотов, потому что именно так ведут себя спортивные гоночные моторы. Мы здесь, собственно, имеем неиссякаемый поток тяги, и эта машина едет так, что у каждого, кто в нее садился, просто кое-что заворачивается. Продолжение следует... Продолжение следует...